всем добрый день привет привет сегодня у нас снова непогода можно так сказать не очень тепло около 15 12 15 2 июня какой год такое лето на идем на рынок на так называемый наш брестки мы его называем колхозный хотя он и не колхозный хотим посмотреть бак для душа у нас городской вот что таня выдала герты на нас не колхозного на нас городской ну правильно городской рынок такой интересная расцветка до клёны интересные и интересные светло-зеленый контрастные такие посадили бывшая третья поликлиника до хорошо было мы относились к этой поликлинике 5 минут вышел в поликлинике а сейчас брестская областная медико-реабилитационная экспертная комиссия напротив супермагазин идем мы по улице карбышев впереди кольцо пересечения с улицей гоголя слева общежития от ж.д. техникума до или как он сейчас не техникум но и не дни институт железнодорожник и таня говорит пусть будет так что-то новое открыли не пойму я вроде как и кафе столики а на витринах кошки нарисованы что написано кор карта да скорее всего кафе я думаю коль столики на на улице здание церковная патриархальная какая-то ведомство назовем так бяшки у них здесь гуляют так подходим мы уже недалеко от рынка находимся будем одевать маски людей становится больше справа детский садик слева детский садик так что у нас здесь угол маяковского и карбышева магазин неман когда-то был продуктовый магазин либо густо магазин вкусовых товаров специи пряности в общем то здесь в общем то одним словом пиво как продавали так и продают только качество обслуживания конечно выросло в разы два страшная пивнушка раньше сейчас все красиво магазин зоомир он давно уже здесь всяком случае лет 20 точно уже в подвале паспортный стол впереди 50 метров улица пушкинска уже пересекает улицу карбышева по которой мы идем прямо водонапорная башня справа через дорогу магазин марк фармель бывший магазин сделай сам ну и рынок уже заметно что впереди рынок по левую сторону клубника сейчас узнаем по чем спроси по чем 10 рублей 10 рублей да клубника так клубника получается и здесь на углу 10 черешни 14 идем наверх наверх на рынок витс верху на торговые ряды и что мы уже пришли здесь снимать неудобно потому что рынок тесноват и чтоб меньше было комментариев возмущения ну что и ничего смеются продавцы говорит нет ничего никогда этих баков здесь не было и и не полахала этими баками горит кто он такое сказал мы горит не знаем вот так бывает один кто-то скажет вот там то там то и цена назвал нам хотя таких цены быть может вид сверху а вон кот спит смотрите на козырьке павильона молодец серенька говорит мы знаем вы знаете хлебушек открыли павильончик свежий хлеб так сейчас зайдем магазин здесь есть прямо сад огород вот спросим здесь это таня на стихии кастрюли так всего много пойдем и на выход ничего тут мы не нашли тоже лабиринты запутаешься так здесь нету ничего да и не бывает сказали этих баков да пойдем на рынок так зайдем мы на рынке таким купить фарша куриного снимать особо не буду чтобы не было косых взглядов нашли купили 150 микрон ширина ширина 3 метра 150 микрон есть оказывается еще 200 микрон она стоит шириной 6 метров 15 рублей пленка синяя вот такая самая нижняя будем бассейнчик делать для лягушек и малина уже есть чудо чудо малины а почем малина такая почем малина смотрит смотрит на меня так думала все отвечать или нет но я же ее не снимал продавца 40 женщина рядом но вы даете я не ослышалась килограмм курс доллара 24 страшно это здание возле рынка балкон какой-то тебе нравится такой балкончик вкус лучше такой чем не такой а таня горит и такой хорош потому что у нее нет балкона она и ты мне пойдет и такой да саша полы заселит и сегодня будем жить а цены на клубнику тоже разные вот первые ряды получается и 15 и 13 12 и 16 даже видел а чуть подальше уже по 10 можно купить да и по 10 по 10 до в это время уже клубники должно быть много ну коль вот такая вот не погодить у нас и довольно таки холодно то непонятно когда она будет если не сгниет то будет ли вообще проходим часто здесь это смотрю машина написано помощь бездомным первый раз такое вижу ну что молодцы и у нас уже появилась такая служба видите а я смотрю часто вот здесь в этом дворе здание которое уже подлежит сносу собираются люди но видно люди так по внешнему виду что обиженная судьбой как я говорю их вон там оказывается привозят привозят обеды наверно да тань идет дождь а мы идем домой кстати вот кофейня кортада кортада работаем в тестовом режиме что это значит больше одного не заходить придумала сама да мы на кольце стане кольцо на улице гоголя смотрим что первые этажи все выкуплены под магазины детский секонд дарлинг что тут у нас крис туристическое агентство дальше что стрижем и бреем пицца 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 дрица 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 шкатулка шкатулка интересные магазины здесь чего только нету вот осталась квартира и уже ее сдают в аренду вот здесь вот здесь точка бай кондитерские изделия кобринские детские игрушки констовары мы идем и заглядываем в витрины так это что тут хлеб без дрожжевой булочки без маргарина еще в стадии открытия ну и что еще еще две квартиры держатся держатся не сдаются не сдаются люди ну и все и колбасный магазин от брестского мясокомбината но не только колбасный здесь и мясо продают сегодня я думаю мы уже попадем в него магазин фирменный называется верос стоим в очереди колбаски и сосиски сальтисон с печенью возьмем по 6,77 он недорогой относительно но еще колбаски нравятся в салон кем не но в